так запись на чита сегодня 5 марта 2017 года 8 утра поехали куда мы поехали это мой каталог вот и мы здесь остановились о чем шла речь а вот об чем уже два фильма я снял это будет серия за номером 3 потому что кстати проверить надо запись идет серия номер 3 мне был задан конкретный вопрос было перечислено 4 абрикоса сорта и 2 сливы и сказано полностью расскажите о них ну а так как все у нас хаотично это не институт нету никаких справочников а теперь получается следующее допустим вот на этом примере сейчас это пока пропускаю вот это пропускаю вот это вот это абрикос академик уважаемый коллега вот который задал этот вопрос отвечать не очень сложно смотрите я сейчас это полный экспорт допустим набираю абрикос академик давайте смотреть фото нам вот именно это фото надо и так смотрим дело в чем и сейчас мы будем искать первоисточники и так значит должна быть как это называется должно быть какая-то последовательность приемлема вот из этих фотографий которые ведут если мои в том числе за их современниками современными а вот это вот сейчас я назову вам пожалуй самая старая фотография вот это так абрикос академик купить вот кто-то эту фотографию разместил но интересно другое обратите на ее форму они не крупные где-то было написано я специально искать не буду так 30 с чем-то до 40 с чем-то грамм вот у него был большой потенциал сейчас вы убедитесь в этом форму видели вот такая с клювиком вот а потом он попал наши края и человек захотел что он захотел иметь он захотел иметь полное понятие ну получаете я не ученый у меня нет никаких справщиков официальных у меня нет никаких таблиц и прочее прочее рассказываю спромтом и так он ко мне попал в таком виде это первые два плода он уже сильно изменился и укропнился вот здесь он уже идет килограмм грамм 60-80 вот и так же как сейчас на место поставим да так же как вот эта фотография вот это вот так же и моя фотография это лидеры по этому самому по количеству украденных и присвоенных десятками есть уже не сотнями сайтов сайты эти поднадлежат якобы плодопитомникам якобы магазинам но они не стесняются даже вот эти вот фотографии это делается просто найти изображение в яндексе еще раз я выбрал самую старинную фотографию так смотрим вот она и вот столько сайтов и украли ну присвоили скажем так он прилично штук 40 ладно теперь посмотрим мою обстать и как она на первое место переместилась ух ты здорово вот почему мои ворует и потом люди думают что не такие плоды вот это все вранье это туда привозят за границы привозят на валом бирок нет это все потом фантазии найти изображение в яндексе давайте искать вы увидите множество во первых вы смотрите это подросткового сада делалось в присутствии телевидения это вам не шутки это объективная картина и так моя фотография присвоена это называется все кому не лень и это еще не все потом над ней начинают работать смотрите вот видите такой шорус сидите это уже как бы другая фотография вот видели и получается вы теперь поняли что настоящая академика добыть вам вряд ли удастся ладно возвращаемся где мы были так ну а тут уже все это такое раздали вот это тоже часто встречается купить москве 890 вранье чистое москве питомников ее нет нету понимаете вот вот это распространенное так ну еще покажу еще покажу могу кстати условно я видя какие это называется мимикрировать доказательство на моя поняли да вот теперь снова вариант академика только которые сюда попали варианты вот купить абрикос в москве а это моя фотография 100 процентов мне бы хоть бы кто-нибудь из них да вот какая-то вот это вот фирмочка вот она вот она смотрите купить москве тут есть ну короче абрикос академик якобы вот это якобы в саду сделано моем саду на самом деле хоть бы ну хоть бы одна взяла на меня в суд подала я бы так обрадовался доказать что она моя нужно примерно полторы минуты фотография академика только здесь написано хабаровский почему я тоже украли это рука гали латинковой повторяю рука гали латинковой царства небесом юрия латинкова моему другу эта фотография делала саду представляете масштабы это мошенничество эта фотография делала моем саду опять же кому-то опять кто-то присвоил вот что интересно присвоили вместе с мы это с моей линейкой подчеркивая первая линейка она выдает всех мошенников так ладно возвращаемся ну все дальше тут еще есть еще есть вот такие дела друзья вот эта фотография сделана была в действительном подмосковье так вот вот она это рука моего друга вот и ну сто процентов что это полиграфия мне прислал и написал моя константинович это а давайте откроем абрикосы нашли куда урожай а это в зене все тут без обмана просто она попала в зен кажется алексей виноградов привет вот по зеленой рубашке узнал ладно мелочиться уже не будем я почему хочу сказать я хочу сказать что а вот на одну еще одну покажу вот тут попробуйте украсить фотографии это моя невестка танье татьяна железова вот еще один академик и так академик был обнаружен мною в саду семи чипкасовых это пригород цианогорска вот так вот а дальше уже пошли вот все эти изменения и один из них выглядит вот так вот и все укрепляется укрепляется а почему все версии я уже выложил и как вам еще сказать кладель максимая достигает 11 грамм не все а среди мы это 80 грамм 90 грамм вот что еще могу сказать человек который хочет купить у меня академика ну например что же еще вкусы с тех пор когда у меня в эти самые при дегустации побеждали сладко кислые некрупные абрикосы потомки баджурса и жердели с украины жердели подчеркиваю выигрывали у чисто сладких королевских баев и серафимов с тех пор я руки это самое бахнул рукой я уже не говорю сладкие нет я говорю вкусные потому что оказывается не самый сладкий может быть самый вкусный и не самый вкусный может быть самый сладкий вот что еще могу сказать таблицы нет содержание сахара нет содержание это самое витамина c нет ни хрена нет кроме того что вы видите это что это подлинник мой и назвал его клон железа потому что узнать то невозможно невозможно вот понимаете что его родители вот одна из самых первых фотографий сделанных еще явно делалось еще не цифры под аппаратом а много-много десятилетий назад все поедем дальше как все объяснить ну сало как сало ну чё его пробовать так и тут ну начинал я не с этой фотографии давайте мы вот тут остановились слева стартовая вот опять моя линейка воруют и это воруют фотографии а якобы у них есть стартовая а до этого ни слова такого не знали надо надо вот это самая разделить огромный ворох полудохлых саженцев вот про которых одна известно слива и все это дай бог если это слива и на этикетках написать например стартовая а потом бах смотришь у них на сайте а вот она у меня есть еще одна фотография я тут не стал размещать там единственный плод но тут уже точно 100 граммовый и линейка это же только плод еще два раза крупнее вот я уже не стал подумать что они все 100 граммовые череси боднера желтый драган с череси боднера красный вы уже знакомы это желтый драган фотографию сделал на моем саду вот на слива этюд вот я раздобыл в этом самом поселке геологов что есть то есть действительно очень урожайная средняя крупная и потом еще раз встретил ее же уже поселки в данном поселке черевушки совсем другой месте вот и вдруг я узнаю что сашизку приняли это дерево молодое но усыпанное вот так же как здесь вот и я тогда сделал видите первую девятую первую седьмую до строго расскажите что это не мой фотоаппарат доказать я могу за даже не за минуту а за не за полторы минуты а за 50 секунд поняли да если делаем ее фотоаппаратом значит она не украдена в интернете как это делают сотни плодопитонок две сотни плодопитонок только мы их фотографию присвоили и так сливаете что я скажу опять сало как сало вкусное что еще сказать а все остальное видите на глазах происходение сказал раздобыл в поселке геологов слива ника ну что я скажу слива ники есть две одна принадлежит почему-то ну вы знаете купил зато продаю достал черенок вот такое выросло одна явно реклона принадлежит видите хороша а другая явно венгерка похоже на грушу чисто внешне ну что я могу сделать я назвал ни к-1 ни к-2 и все и у меня совете абрикосфаиды тройной гибрид супер сорт вот но уже это дерево меняло плоды само по себе тройной гибрид подчеркиваю а вот потом что уже точно не узнать показывал пять фотографий как расположились эти качества вот тот кто купит у меня косточки с него а без не обязательно это сельская обязательно не будет похож на это никого не морочу голову когда-то я взял на маджуевск привил академика получился прекрасный молодой дерево на академика привил и вырастил королевский а королевский оказался вот таким вот а дальше нападение ос а нападение шмелей напали эти самые пчелы и самое интересное сотни-сотни все было покрыто бабочками целиком а у меня бабочки никогда не нападали вдруг такое чудо подошел изувечены были все ну то есть везде-то вся ли косточка они еще на дереве были еще не падали но косточки уже торчали от отсюда и запах меда и сорт второго плодоношения не первое плодоношение зелеными упали все на всех абрикосах все нормально а это я назвал афаиной вот это сорт в память о девочке безвременно умершей вот назвал афаиной первое плодоношение все упало зеленые плоды я даже не думал что второе плодоношение будет это чудо а на третий год уже пчелы не садились осы не садились бабочки не окружили вот уже со второго года вот это чудесное качество уже не было а потом я привел снова на ладжуевску прекрасные плоды но уже чуть мельче и уже есть были и красные были и белые и желтые во всем все было но вот это чудо не повторилось тем не менее в каталоге красуется именно эта фотография почему у кого-то из вас внимание друзья у кого-то из вас из косточек вырастет это чудо повторится но дальше мендель 114 1116 в общем вы поняли вам придется становиться селекционерами покупать косточки по 25 рублей а если будет скидка то 20 рублей вот это чудо и чудес и выращивать и надеяться 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 но в худшем случае дикаря все равно не будет только потому что фаина уже я показывал мы это какая она в несколько человек вырастила получили совершенно другие плоды из косточек и все равно это было чудо шедевр только уже не похоже на родителя крупноплодные железы ну вот скажите что это когда-то был академик я вам вот только сейчас показывал вот с чего начиналось еще раз вот самая старая фотография в интернете академика вот она внимание сильно похоже что мне было делать оттуда же точно так и демико исследование стало назвал крупноплодные железы а что плоды 100 граммовые что вам еще надо поздний Филиппе а тут я обязан этому сорт в Володе Филиппе Владимиру Викторовичу уникальный садовод один из тех кого я называл основателем садоводского аппетамина не теоретик нет теоретику покаталку как от козла а чистый практик он распространил тысячи сайлусов тысячи и поселок геологов поселок майда поселок черёбушек пригорода садоводского все покрылось его абрикосами он наверное из чистых практиков в теориях не сильно чистых практиков наверное он номер один вот и ему вообще-то по-хорошему у нас даже памятник есть садоводы он такой обезличенный памятник сидит у меня есть фотография сидит дядька с бородой такой вот кто-то потом еще в газете написал спасибо что памятник поставили все-таки феномен вот этот обезличенный старик с бородой да лучше бы сделали копыли Железова а я не говорю нет не Железова а с Филиппиева с Володей вот это да действительно мужик вот и вот один из его шедевров вот тот который вот здесь смотрите на фотографии справа это и есть поздний Филиппиев 100 граммовые плоды вот вот а это мой королевский вот видите чувствуете разницу главное качество позднего Филиппа что он поздний меньше попадает под заморозки вот так вот вот видите какие чудеса случаются и никто ни у кого славы не отнимает вот слева Галюдовский справа Филиппиева вот такие дела еще один посмотрели а куски есть у меня да есть Мичуринский вообще оказался ну вообще невероятнейшим невероятным почему потому что он взял и укрупнился в два терраса был середачок он по жизни середачок вы можете найти абрикос Мичуринский можете найти абрикос Мичуринский типа улучшенный что-то такое но чтобы 100 граммовые плоды вы такого не увидите нигде вот и я вам скажу что пришел черенок два года назад резко увеличился в размерах и сейчас он крупный вот и все отслеживала моя это помощница ученица она же аспирант госуниверситета Красноярска Ирина Александровна Савинич и она подтвердит потому что именно при ней я делал фотографии с абрикосом на котором Берка Мичуринский они не знают что Мичуринский откуда же взялся такой феноменальный вот так следующая фотография многие интересуются дело в том что я разослал в виде подарков поверите несколько тысяч косточек абрикоса под названием психатолийский а почему потому что косточки прислал под общим названием прислал значит Бродский Юрий Васильевич Царство Небесное и они завоевали свое место в моем саду косточки вырастил с пятнадцатого года росли росли достигли трех-четырех чижских роста выросли по принципу каждый год метр полтора вот урожая сумасшедшая и начали на последний год видите на сорок вот написано начали уже делиться как бы по сортам а то были все одинаковые все желтые вот происхождение вот эти чисто бордовых может ветром надуло и мы уже разбирались с этими вопросами вот кисло-сладкие соки компота варенья уникальные спрашивают раз я разослал можно ли использовать как подой я говорю не знаю я не пробовал вот супер абрикосского серафима я про него не раз рассказывал в других фильмах и на вебинарах значит однажды у меня купила женщина саженцы это было примерно 2000 год потом трижды я был в ее саду делал три фильма в разное время все эти фильмы были подтверждением вначале как феноменальный урожай просто похвастался вот потому что были вот допустим ко мне приезжал к родимому да и мы ездили по другим садам в том числе где мои саженцы вот у меня есть фотографии как он не я он спрашивал а от кого они на меня пальцем тычут говорит от него от железа вот это было и вот получается что вдруг сто процентов саженец мой сто процентов когда-то был скромный Серафим есть фотографии есть фильмы в два раза мельче но самоседший урожай а здесь очень приличный урожай еще его он так увеличился ну и началось вспомним вебинар вспомним женщину которая прислала такое назовем его аналитическое письмо анализ где она с листью она назвала четыре причины почему он мог так увеличиваться вплоть до того что действительно ветром надуло вот рядом огромные королевские такие же плоды и вот получается что о нем что говорит ну косточки еще есть но что дальше что моросит из косточек а если тут который был я же брал черенок серафима ну 30-40 грамм так ну не стоя не 120 и не вернется ли эти 30-40 грамм человек будет думать что не взяв черенок а взяв мои косточки что у него будет такие никому голову не морочим что будет то будет сверхранье сеяние с абрикосом то же самое я рассказывал вот вырос в саду это самое у Чернобаева Ленина Дмитриевича посадил все четыре сеянца бая а бая это о у него есть фотография бая там на стакане граненом лежит и не проваливается вот и сеянцы были три нормальные плоды там достаточно крупные 40-50 грамм вот и вкусные а это тоже вкусные на месяц раньше созрел вот нет ничего а он созрел и мелкие но так как у них тоже есть свое качество сверхранье тоже нужен потому что в какой день я помню как 20 день запомнил день рождения Ильича 22-го или 22-го 22-го апреля он взял и ударил мороз во время светения и у меня сад был без урожая один был случай через несколько лет повторился такой же случай лет через 4-5 все завалило снегом полметра хотя вообще сняга не было опять сведение абрикосов опять урожая нет а время было 9-го мая вот именно из этих дат так бы в жизни бы не запомнил а здесь получилось две даты празднице 22-го апреля и 9-го мая ну почувствуйте радиус между ними получается 20 дней так вот попробуй это третий раз угадай значит что надо или ты уже успел отсвести и завязаться и не боишься заморозков или ты еще спишь 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 и спишь вот как это вот и тогда в общем нужно иметь и ранние нет не так не только средние вот как этот допустим вот а кстати это тоже поздно не только средние но и сверх ранние вот ну еще скажу про это самое я вам показывал не раз фотографии из сада пианиста они есть у меня вот у меня было так свой урожай феноменальный никогда такого его не было вот я уже когда собирал вторую сотню трехлитровых банок прекрасно понимаю что мне их никогда не продать что мечтать не вредно но никогда не приедут ученые чтобы выкупить все это уникальное единство на планете коллекцию вот и тут звонит мне этот самый который у меня был год когда у меня почти их не было и выручал меня пианист там черевушка как-то теплее вот а у него мои саженцы выросли я с чистой совестью даже не с наглостью с чистой совестью я покупал у него ведрами это превращал косточки абрикосы потому что королевский был мой академик был вот ну и поздний филиппио и все это по-честному вот и продавал когда у меня урожай был слабый вот как тот что я говорил праздник уря а у меня урожай нет а здесь получилось так что он мне звонит и мне стыдно а у него примерно 20 где-то 25 ну 5 деревьев у него всего вот и он уже не знает куда где Константинович купишь а у меня уже вторая сотня я знаю никогда не продам и стыдно сказать человеку что не куплю и я приехал и по-честному у него выкупил все эти и у меня теперь несколько банок вот этих с косточками стоит деньги за них отдал а продать удалился всего 200 штук 20 упаковок по 20 штук академик пианиста вот все что я смог продать вот но те 20 я показывал так же на вебинарах а что было в этом самое интересное сказать там были самые огромные косточки то есть это было уже сверх селекция мало того что они и так 100 граммовые были да фотография показывал массу вот вот надо было хотя бы одну здесь разместить а эти только объявление разместил да и получилось следующее эти 200 штук со списка пошли половина кстати в этом самое к нашему церкву в этот в Казахстан а их еще полно а я на тех что остальных полно ни копейки не заработать не смог хотя потратил деньги ну и кто бы знал что они не нужны а теперь самое 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 главное что хотел сказать насчет косточек из сада пианиста сказать да дело в том что там плебеев нету а меня по морде Валерия Константиновича у Железова это был спор а спор обо мне у Железова это то чем занимается Железова цитирую тех выпускников еще раз это важно у Железова смешанный сад и у него из ваших косточек от Железова вырастут дикари и жердели это фраза когда-то как глупая как глупая войдет в эти самые вот а у Железова при том что не будет у меня дикари хотя у меня действительно смешный сад и у меня десятки манжустр и потомка манжустр то есть весь сад заражен этими по принципу это самое не брать типовой связи в одном случае мы рассказать вот ну и так далее а самое то главное что в саду у пианистых червышках нет плебеев ни одного а значит ее красеи эти же косточки вот эти же вот вот эти сейчас я покажу у него же такие же эти самые сейчас 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 ну например дуфаина у него нет сейчас сейчас ну академик есть мой Железова вот ну там то не будучи у него в саду пианистов червышках нет ни одного полебея 5 деревьев все крупноплодные все культурные у него то получается что кто купит а лучше бы на юг получить максимально крупное без прививки заложить новые сады но ги все равно они хоть у него это но привиты они на мои маньчжорцы вот эти же кто-то считает что они их испортят как считает его директора этого самого кто своими работает с сеянцами этот институтом аулин вот что будучи привиты на маньчжорцах они испорчены он с ними не хочет работать а нам то надо а куда нам делать деваться то ну хватит на счет а потом будем дальше продолжать допустим это будет серия за номером 3 вот а что еще будет это вы мне расскажите на этом благодарю за внимание мы с вами цитировали каталог вот этот вот каталог и еще далеко не все закончили еще не все и про рейхи поговорим и про лещину и про что только не поговорим про сливы все друзья у нас все достаточно но не забывайте что если это мой последний год то больше никто никогда так так случилось с Адамом Бондаром так случилось у нас еще есть несколько уникальных человек вот еще те которые мы обязаны с Адамом Бондаром ну-ка где их сады как достать там черенки саженцы косточки а никак все лавочка закрылась вместе с это самое с тем как люди руки опустили не могли продать уникальные вещи или просто у любого это сейчас работает в райском саду там высоко-высоко останавливать запись я это не раз такое было ну все сейчас завалят заказы ни одного что все еще не что например то что самое то Продолжение следует...